Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Снова мы на финансовых рынках и продолжаем разбирать фундаментальные события, влияющие на динамику финансовых активов. Центральной темой рынка остаются отношения, крайне непростые, между Соединенными Штатами Америки и Китаем. Мы уже говорим, что это полноценная торговая война, и, честно говоря, если раньше были надежды на то, что что-то может наладиться, страны все-таки вернутся к переговорам, поскольку осознают риски взаимного характера, то сейчас становится очевидно, что это война до последнего, из нее может выйти только один победитель, кто им будет, пока неизвестно. Рынки реагируют логичным, правильным образом. Это как минимум всплеск волатильности, это неопределенность движения, и, опять же, нервозность, которую мы констатируем буквально на всех площадках в отношении всех инструментов. Давайте поговорим про наши традиционные активы, которые мы разбираем. Начнем мы с нефтянки, которая сейчас торгуется на отметке 60.39. Это котировки бренда. При этом стоит отметить, что лоу был ниже 60.59.16, как я, друзья, и говорил. Нужно смириться с тем фактом, что новостной фон изменился до такой степени, что пока что очень опасно держать длинные позиции с учетом тех рисков, которые сейчас для нефтянки в том числе и обсуждаются. Поэтому по мере теста 60 я говорил, что из длинных позиций лучше выйти. Рекомендую прислушаться к этому, не стараться переиграть рынок в расчете на то, что нефтянка восстановится, и дальше мы вернемся следом к тем уровням, на которых наблюдали бренд и WTI. И вот до вот этого молниеносного решения Трампа все-таки усилить конфронтацию с Китаем. Это может случиться, друзья, но не хочется сейчас работать с такой не совсем очевидной вероятностью. Повторяю, что сейчас на рынке господствует только одна тема. Это новое ограничение против Китая со стороны США. Пошлины, которые вступят в силу с 1 сентября. Фактически Трамп своим решением развязал прежнюю торговую войну в еще более мрачных тонах. Масло в огонь подлил его советник Ларик Путков, который отметил, что это решение вряд ли уже будет отменено. И более того, даже если непонятно лично мне, каким-то чудесным образом, если Китай все-таки решит попробовать договориться, пойти навстречу, на какие-то уступки, Кудлоу, в принципе, прокомментировал это, что, наверное, на решение Трампа это уже никак не повлияет. Друзья, давайте признаем, что торговая война продолжается, Поскольку ранее Китай только обозначил риск того, что может ответить на действия США, сегодня мы уже говорим о том, что эти ответные меры последовали. Во-первых, Китай девальвировал свою национальную валюту. Юань сейчас с пара доллар-юань катируется выше 7. Это максимум лет за 11 точно, может быть, даже больше. Китай связал, может быть, с всплеском волатильности на финансовых рынках, с рыночными факторами того, что просела их национальная валюта. Но, наверное, здесь также нужно быть реалистами. Скорее всего, это действия национальных монетарных властей, которые были направлены на повышение конкурентоспособности национальных производителей и снижение конкурентоспособности американских производителей, потому что теперь американские товары стали значительно дороже на китайском рынке. Плюс ко всему, Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США. И я позволю себе даже сказать, что такими действиями Китай ударил прежде всего по Трампу, по его электоральной базе перед выборами 20-х годов. Мне кажется, если Трампа можно было задеть, вот сейчас это и произошло. Поэтому я абсолютно уверен, что просто так на тормозах эта ситуация дальше не будет спущена. То есть мы дальше не будем только работать с последствиями. Скорее всего, ситуация начнет обостряться. И ближайшие снова решения жесткого характера против Китая, торгового, безусловно, я жду вот чуть ли не вот с минуты на минуту. Но это так голословно сказано. В общем, друзья, тема эскалации напряженности торгового конфликта США и Китая, это центральная тема. По этой причине мы пока не будем лезть, ну лично я, в нефтянку. Нефтянку, ну то есть хотелось бы, конечно, сейчас продать на общей волне снижения спроса на риска. Но все-таки не забывайте про Ближний Восток, который может срезонировать и привести к обратной тяге в этом активе. Я пока что сохраню статус кво и считаю, что вот в ближайшие дни на нефтянку не будет влиять ничего, кроме новостей, связанных с отношениями вокруг США и Китая. Даже запасы будут меркнуть. Доллар-иена 106.63, хай был сфиксирован на отметке 107.07. Я рад, что пофиксил часть позиций. В целом, мой позиционный настрой, то что доллар-иена вернется к планке 105, и может быть ее протестируют дальше. Поэтому я предлагаю сделку селл-стоп с уровня 106.40. Давление на пару доллар-иена будет оказывать снижение доходности американских облигаций. Сейчас десятки котируются на отметке 1.74 по проценту. Конечно же, снижение 3.6 ударит по позициям доллара. Слабая статистика, друзья, еще АСМ в секторе услуг 53.755,1. То есть слабая статистика повышает вероятность сохранения стимулирующей политики. И Федрезерва это тоже должно ударить по доллару. Ну и, безусловно, по доллару в этом дуэте активов ударит еще и иена, потому что чем жестче сейчас будут развиваться отношения между США и Китаем, тем более высокий спрос будет на защитные инструменты. Золото. Ну, здесь уже, наверное, стоит ловить его на отметке 1500 долларов за тройскую унцию. Все очень быстро происходит, друзья. Я вот на пике дальнейшего роста уже не поучаствовал, поскольку вышел из длинных позиций после теста планки 1450. Если кто-то из вас по-прежнему держит позиции, вы молодцы, друзья. Уверен, что прибыль будет значительной. Евро против доллара 1.12.05. Здесь сделку предлагаю с Эллимин с отметкой 1.12.10. Евро воспользовался поддержкой накануне именно снижения курса доллара. Но не забывайте то, что есть другой фон, связанный с внутренней слабостью европейской валюты. И эта внутренняя слабость подтверждается фактически каждый день, когда у нас есть европейская статистика. Вчерашний день не исключение. Индекс активности в сфере услуг 54.5 с 55.4. Индекс уверенности инвесторов с Энтикс минус 13.7. Это уж точно самое плохое, самый плохой результат, самое низкое значение лет за 10, может быть, даже больше. То есть внутренняя слабость, она фактически напоминает нам о том, что очень близко, очень скоро заступит сентябрь и снижение процентной ставки. Там и перезапуск программы количественного смельчения. Плюс ко всему давить на евро сейчас будет усиливающийся риск и угроза Brexit. Особенно после вчерашних комментариев Еврокомиссии, которые фактически признали, что вести переговоры с Борисом Джонсоном не будут, собственно, так же, как и не будут пересматривать условия соглашения. Ну, то есть они расстелили ковровую дорожку перед вот этим самым жестким Brexit. Поэтому можно перейти к фунту и отметив также, что несмотря на рост вчерашнего дня, сохранять позиционно нужны короткие позиции. Здесь тоже могу рекомендовать сделку селл-стоп с отметки 1,20-1,30. Ориентируясь именно на то, что Борис Джонсон, новый премьер-министр Англии, ведет фунт к многолетним минимумам, может быть, даже и под занавес 2019 года, к паритетным значениям против доллара. Американский фондовый рынок S&P сделал цель, я сегодня с прекрасным настроением, друзья, констатировал уровни в терминале, поскольку была планка 2800, фактически лоб был еще ниже, 2776. Понятно, что американская фонда просела вслед за ростом напряженности в торговых отношениях США и Китая. Провалились все сектора, энергетика, технологические, которые очень сильно уязвимы и зависят от стабильной внешней торговли. Понятно, что снижение, скорее всего, продолжится, потому что вряд ли США и Китай найдут общий язык в ближайшее время. Австралии спротив доллара 0,673, ставку пока не снизили, но обещали действовать дальше. Поэтому здесь тоже сделка селс-стоп с уровня 0,6750 в расчете на снижение к отметке 0,66. Я думаю, что эта цель будет достигнута не только на ожиданиях смещения политики Резервного банка Австралии, но и, опять же, на тех последствиях для Китая, которым может привести торговый конфликт с Соединенными Штатами Америки. Для Австралии и для Новой Зеландии Китай – это основной рынок сбыта их экспортного сырья. Новозеланец, друзья, здесь цель у нас была достигнута. Я пока сделку новую давать не буду, но, думаю, после завтрашнего решения по ставке что-нибудь придумаю. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok